Я рада приедать к нашему дитюшему гостей. Как говорится, у нас мало. Я чуть более хорошо. Что хочется в первую очередь сказать. Сегодня всероссийский флешмоб проходит экскурсионный. Радоначальниками этого экскурсионного флешмоба были люди, которые заинтересованы и очень любят экскурсии. Это люди не из нашего региона. Они все это решили в своем городе для начала сделать. И позже, в 2017 году, впервые прошло это. Но позже, в 2020 году они выиграли грант. И сделали это всероссийской акцией экскурсионных флешмоба 2020. Сегодня единое время в 12 часов. В 12 часов начались экскурсии. Но, естественно, желающих было очень много. Их разделили по времени. Но вот и наша с вами пойдет в час. Не совсем в час. Немножечко припознялись. Как говорится, ну, не знаю, как я уже повторяю. Семь, родного не еду. Кто пазднует, тот нас даже не. Меня зовут Марина Валерьевна. Я уже веду экскурсии порядка 20 лет. Старшекскурсионный. Естественно, в Белопурьху любую очень-очень. Сюда приехала я в 1996 году. А многие у меня спрашивают, что кто-либо я местный житель. Нет, да. В 1996 году я приехала в Белопурьху. Извините, я родилась в нее так. Как будто я родилась здесь не однажды. А, как говорят, период перерождения. И я с первого момента въезда в Белопурьху я поняла, что это мой дом. Но судьба свала меня с курсами по курсоведению. А с той поры я Белопурьху люблю все больше и больше. Стараюсь своей любовью делиться с вами, с нашими гостями. Наверное, в Белопурьхе вы отдыхаете уже не впервые, да? В каких санаториях отдыхаете? На самом деле. А вы сами местные? Нет, приезжаем. Ну, отдыхаете не в санаториях, а просто останавливаетесь на базах, да? В который раз приезжаете? В три-точку. Можно понять, раз вы приезжаете не в первый раз, значит, все-таки нравится. Правильно? Да. А у вас? Мы в роднике Алтая, я второй раз, на первый раз. Вы первый раз, да? Как у вас ощущения от нашего города? Какие эмоции возникают? Классные. Классные. Дышать. Дышать хорошо. Это вот самое первое, что замечают у нас, да? Это дышать хорошо. Это мы, кстати, тоже сами отмечаем. Потому что буквально вот в город Бейск выехали, и хочется быстрее-быстрее домой. Мы же не городские жители, хоть у нас город с 1982 года считается Белокуриха, а не считается, она получила статус официальной города. А сейчас город, а когда-то вот на этом месте, как мы с вами стоим, сегодня наша прогулка с вами называется «Как родилась Белокуриха». Вот здесь было озеро, Озерцово еще иначе называли, представьте, вот именно вот это место, где мы смотрим. Асфальт, строение, автомобили, ничего нет. 1824 год, начало 19 века. Вот это небольшое озерцо. Появляются первые переселенцы, появляются первые жители, появляется первый хутор, Дмитрий Хутор. Уж много стало известно, несмотря на то, что хутору казалось бы небольшой, и наизвестность уже получили. Белокуриха это место, да, Дмитрий Хутор, так поправлю себя, получает свою известность. Стали сюда появляться все больше и больше приходить переселенцы, стали ставить свои дома вдоль реки. Слышали где-то когда-то, реку зовут Белокуриха. А, чудно название друг друга говорят. «Да давай деревню так назовем, да давай». И уже, естественно, хутор превращается в деревушку. Слышно нормально, не шумит? Нормально. И деревушка именуется, как мы с вами поняли, Белокуриха. Ну что деревня? Занимается своим хозяйством, хлопочет по домам, да, там кто-то в доме вызвав порядки наводит, стирают, пекут, жарят и все остальное. Мужчины занимаются мужским хозяйством. И замечают то, что, как пишется в истории, бабы стирают, купают ребятишек, проходят различные ламуты в костях, проходят различные кожные заболевания. Они это замечают, но самыми внимательными оказались двое из местных жителей Тагутков и Казанцева. Об этих наблюдениях они сообщают известному вине исследователю земли Алтайской Геляевы, кто на тот момент был в городе Белокуриха. Барнаул. И всем здравствуйте. Да, вы знаете, в городе Барнаури он приезжает сюда. Естественно, что-то необычное, что-то интересное. Но на тот момент, когда он приезжает сюда, он видит, что здесь он назревает бунт. Представьте, опять так же, как и мы с вами. Здесь собрались огромное количество людей. И современное слово есть такое, даже словосочетание, когда начинают выяснять, что сделать лучше, предлагать идеи и прочее, и прочее. Как это называется? Вот этот современный сленг, он многим-многим знаком. Его знают даже больше, чем тот, о котором я сейчас скажу. Кто помнит? Собирается компания, и они кидают друг другу идеи. Думают, обдумывают. И? Ну вот сейчас мой помощник-волонтер, он воспитанник группы экскурсоводов, школы экскурсоводов, завод-дределетов, и сын мой по совместительству. Как называется это словосочетание звучит? Мозговой штурм. Мозговой штурм. Все вспомнили это, да? Да, мы это все знаем. Вот мы с вами говорим, ага, собралась в деревне и устроили мозговой штурм. Самое интересное, что вот сейчас в 11 часов, когда я спросила, вот точно так же, как и вас, бабулечка ближе к 8-10 годам, она не первая сказала, а мозговой штурм. Вы, конечно, удивились, что это. Может быть. Она потом сказала, ну нет, у меня же внуки, я же общаюсь. А когда-то это называлось сходкой деревенской, правильно? Собрались и давай выяснять, как же сделать лучше. Или, скажем иначе, мужик мужику доказывает, да посмотри, что это такое, это огромная лужа, невозможно пройти, не проехать, это грязь непроходимая, а еще и огромное скопление змей, оттого-то этот источник и носит название змеиный колодец. А другая половина жителей, точно так же ее представитель мужчины говорит, как говорит мужик мужику, да? Да, это коневидор какая, оделся пожище и пролез, грязюка его удивила. Подумаешь, змеюка взял палку, откинул и дальше пошел. Никакой вот, никакой проблемы. А вода-то горячая, дармовая, набрал и пользуйся. Ведь действительно, по тем временам, они уделяли больше значения тому, что вода горячая. Ведь тогда подогреть воду нужно было массу усилий приложить. А тут пользуйся, да еще и, как бы, между прочим, замечали, видал и пользуйся для здоровья. Гуляев спокойно, внимательно выслушивает мнение обоих сторон и убеждает их в том, проведя предварительный анализ воды, что этот источник нужно не просто оставить, но и облагородить его, чтобы пользоваться им, как пишется в истории, опять же, не только местный люк, но и пришли приезжие. Так на свет рождается курорт Белокуриха. Кто хотел услышать, как родилась Белокуриха? Понятно, как родилась? Я очень рада. Я вот неимоверно рада, когда есть наши местные жители, тем более молодежь, которые интересуются рождением того места, где они живут. Но, казалось бы, вот, родился курорт. Но ведь курорт, это очень сильно сказано по тем временам. Это обычные нямы, выкопанные в воде, набираются подводными источниками, в земле, простите, выкопанного водой, вода наполняется, и, пожалуйста, купайте сколько душой угодно. Но это не очень удобно. Это ведь еще и грязь. Получается, наверное, если так-то подумать, две процедуры совмещали, грязевые и ванны, да? Но тут же очень быстро появляется арендование курортов. Быстро становится аренда. Первый арендатор – это местные жители. Но если есть аренда, значит, нужно брать плату. Плату брать, а за что брать? Так, собрали опять сходку, подумали, мы с вами будем говорить, да? Деревенская сходка, мозговую шторгу туда куда-то задвинули. Вот они с вами обсудили, обсудили, что сделать, как. Решили сделать так. Ставят деревянные колоды, выдолбленные из дерева, когда вы пройдете в музей, как вас приглашала Елена Александровна, пройдем экскурсию, пройдете в музей, и вы увидите, ну, прототип, так скажем, той самой первой ванны. А ей так, по поясу можно было присесть и искупаться. Не очень удобно. Решили ставить, сначала предлагают привезти с собой ванны. Ванны – это что? Это же стены и корыта. Помните, кто-то, может, еще бабушек где-то видел в кладовочках, кто-то в музеях видели, или такие небольшие жестяные корыта. Вот это называлось тогда ваннами. А представьте, первые отдыхающие лигости нашего курорта уже того первого, это были жители соседних деревень или города Бийска. Да ладно, когда он в соседние деревни пришел. Вон старая Белокуриха, 10 километров. А с Бийском? Тогда с Бийском считалось, если приехать в Белокуриху, это так счастливый человек был таким счастливым, если ему вдруг посчастливилось прикатить сюда на грузотокси. То есть уже шли сюда грузовики, везли какую-то провизию, и они могли сюда доехать. И ехали от Бийска на Белокурихе 5 часов, а кто-то все-таки шел пешком. И тащить еще за собой это корыто, представьте. Понятно, неудобно. Решили еще предложение вынести. Предложили мочалки свою привозить. И от мыли у тихо-отдыхающих появляется в средстве гигиены две мочалки. Одной пользовались, как мы с вами, а второй, как корыто мыли. Корыто мыли. Вы тоже были на экскурсии. Да, точно. Мыли корыто, или как говорили. Так что для тебя-то твое корыто и помыли твоей мочалкой. Вот так. А корыто это деревянная колода. Такая уже была большая. Но помыли корыто, принимаете вам. А нравится. Водится-то тепленько. Купаешься. Десять копеек заплатил за ванну с обычной водой. А с подогретой уже от пятнадцати. Два не витяна. Это уже остужается. Хорошо. А купаться-то долго, приятно. А врачей едят на курорте. Хочешь, купайся полчаса. Хочешь, больше, хочешь, меньше. Но тут-то вот в чем дело. Одни десять копеек купаются, вторые стоят, ждут. А предприниматель понимает, чем больше по десять копеек, тем лучше, выгоднее. Стали опять думать, что делать. Тогда решают опять новое предложение. Вот бы сейчас, наверное, люди в бизнесе удивились, сколько идей возникало на тот момент. Прежние предприниматели, да? Они решают так сделать. Садят рядом с ванной мальчика, сына-папа и тот читает в ванной. Прочел страницу, вылезай. Время приема процедуры закручено. Нужно было, наверное, либо с мальчиком договариваться, чтобы он потише читал по медленнию, а можно либо оплачивать в уроке. Дальше курорт начинает развиваться, появляются первые врачи на курорт, и уже действительно становится официальным курортом. Это уже начало 19 века. Начало, простите, 20-го. Мы с вами говорили 19-й, да? И в 20-м веке курорт уже становится более официальным, с врачами, которые принимают первых своих посетителей в деревянной белокурихе. Ставят первые деревянные корпуса. Где-нибудь или что дальше мы сейчас с вами узнаем. Когда прогуляемся, вот на той лавочке, где вы присаживались, присаживайтесь и продолжим рассказ. Хотите, можете постоять. Да я же тебе сказала, поставь яблоки, да и все. Угощайтесь яблочками, кто еще не будет. Девчонки, Градик, поугощай, ну что ж будешь носить-то? И мы с вами говорим уже начало 20-го века, 20-е года. Деревянная белокуриха, деревянный курорт, часто ее называли. Заведование курортом переходит из рук руки, в том, что только не было ее хозяином, причем в то же время и военные, понятное дело. Уже в те времена белокуриха, ну, те, кто приезжал сюда, они понимали, что белокуриха имеет огромное значение и она получит большую популярность. Но, к сожалению, в 28-м году проходит пожар, деревянные здания сгорают и становится понятно, что дерево нужно менять. Пожары проходят не однажды, я не знаю, история умалчивает, от чего это происходит, либо какие-то там готовые условия были нарушены, либо какие-то доброжелатели, что вполне возможно тоже, да, у нас такое время, такой народ. Но, тем не менее, после пожара принимают решение построить каменные корпуса, каменные, как тогда называли, кирпичные здания. Решение это принято, кирпича тут в белокурихе нет. Очень быстро ставят в заводик кирпичный, производят несколько тысяч штук кирпича и завод закрывают. Вот, то есть, вот, он сработал только на то, чтобы построить вот это здание, которое находится у меня за спиной. У нас его называют старой родонкой в настоящее время. А вот представьте, 1938 год начинает действовать вот эта красавица. Оно, наверное, стиль, в каком построен, построено это здание, многим знакомым, кто знает, в каком стиле построено, да? Возьми. Ну, да, что-то с вазикой, да? какое-то время, какого-нибудь мосправителя напоминает. Прям точно. Вы тоже были на экскурсиях. Да, это сталинский классицизм называется вот этот вот, так скажем, вид строения. Кстати, проект этого здания сделали новосибирские архитекторы. Разработали, как я говорила, в 1938 году. И именно в таком виде здание было построено. Ну, естественно, сейчас косметический ремонт проводят, периодически подкрашивают, белые колонны сделали, единственные колонны отличались цветом, теперь они стали белыми. То есть полностью было голубое здание, теперь они колонны, как я сказала, выделили белым цветом. Мало того, посмотрите, какой красивый барельеф. Видите, прямо над входом. Видно? Вот этот барельеф, который венчает вход в здание родонолечебницы, на нем изображена змея, да, и обливает чашу. То есть это, конечно, символ медицины. Почему? Потому что здесь действительно проходили, люди проходили крупные медицинские процедуры. Ну, крупные казалось, ну что, купались в ванне у родона? Какой же ты крупный? Но, тем не менее, принятие родоновых ван приносило неимоверное улучшение в состоянии здоровья. Приносило тогда, так же, как и приносит сейчас. Просто почему, говорим, тогда это казалось что-то такое невозможно сказочное. Но проходит время, потом всем становится, что родон, понятно, что, всем становится понятно, что родон связан с ядерщиками, да, это что-то опасное, это что-то, значит, связано с радиацией. И водолечебницу, теперь уже, я уже и сказала, родонолечебницу называют водолечебницей, надо бы не отпугивать народ своим названием. Родон, да, он носит определенный заряд, естественно, он относится к ядерным ящицам, да, это продукт распада урана, представьте, мы ходим, а у нас там большие глыбы, граниты заложены под землей, заложены, природа заложила, и вода, радоносодержащая вода, то есть к нам же на поверхность выходит не родон, а вода, радоносодержащая. И когда первые начали проводить бурение, первые скважины делать, до 10-14 метров выбивали фонтаны радоносодержащей воды, а когда он выходит на поверхность выше 40 градусов по Цельсию, то есть очень горячий. Поэтому, когда вы принимаете радоновые ванны, то их разбавляют водой, само собой, потому что слишком уж горячие, никто не может их так принять. Хотя, конечно, сейчас же вы принимаете не так, как первые отдыхающие, вот он радон, и вот тебе купайся. Для того, чтобы вы приняли процедуру, проходит определенный путь в свой радон, пока он бежит, как он бежит. Но мы его воочию, конечно, не увидим, а как происходит это все, мы увидим, пока пойдем дальше. на этом месте появляются первые дискотеки или танцы. Посмотрите, вот по правой стороне такая, как бы, такая небольшая площадочка. Здесь распальня, посмотрите, играла живая музыка, а вот прям вот здесь, в центре, где сейчас клуба, дом красивый фронтал. И вот здесь можно было отдохнуть, потанцевать или послушать просто музыкантов. И, конечно же, великолепный аккафет, я могу посидеть и отдохнуть, также послушать музыкантов других немножко, ну и, конечно, коктейли, мороженое и насладиться красотой. В 97 году, 1997 году, данное здание купил предприниматель из города Новосибирска, теперь он принадлежит в частных липах и принадлежит этому предпринимателю. Сейчас здесь сдается в аренду помещение и, как я говорила, уже еще несколько раз уже предоставила, что там находится музей, городской музей или, я бы, проще сказала, музейная комната. Но, тем не менее, собрано очень много интересных экспонатов и можно вот в таком миниатюре увидеть жизнь белокурихи. тому волшебному месту. Почему говорю волшебному? Знаете, существует такое поверье, когда человек находится на мосту, в это время, жизнь человека, вот именно во временном, так скажем, протяжении, она немножко замирает. И чтобы быть как можно подольше молодым, останавливается на мосту. И так, ну, пусть немножечко уже. Побыли, подумали о своем каком-то добром, светлом. Конечно, надо, чтобы мысли были светлыми. Ну, а еще, что можно сделать? Часто у нас это и проделывают. Ну, что говорить, мы ведь бывают какие-то дурные мысли или какие-то неприятности или болячки. Бывает же такое? Бывает. А бывает охота, чтобы настроение хорошее было? Бывает? А чтобы побольше было благополучия. Хочется? Хочется. Вот мы и вам приходим. А даже если вспомнить старые фильмы, как девочки, девочки, естественно, женщины, они спускаются к реке. Говорят, это вода, матушка, да унеси-то мои печали, все невзглобятся. Видите, как бывает такое? Ведь вы это тоже можете проделать? Ну, дабы не спускаться к воде, мы делаем это как? Стоим на мосту, мы же в то же время и на мосту, и время немножко омолаживается. Если хотим что-то убрать и унести, мы смотрим в ту сторону, куда река потекла. Это река Белокуриха. Потекла туда, бежит, чтобы встретиться в песчанке. Я не люблю. И вот встали, смотрим туда, и унеси-то мои печали с ними взгоды. А если мы смотрим наоборот к тому месту, откуда она бежит, пусть она нам принесет больше благополучия и здоровья. Пройдите на мосты, подумайте о своем чистом и пойдем дальше. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Береза символ не только Алтая, но и символ России. Береза очень полезна в качестве веничков. Наверное, многие знают и парятся ими, потому что большое наличие дегтя как раз и обуславливает лечебный эффект. Я расскажу березке как подружки говорить до старой-старой песни. О ней очень много легенд, стихов сложено. А в одной из ней говорится, что когда-то давным-давно березка была красивая-красивая с великолепным белым стволом, как наряд невесты. Но полюбил березку черт. И так он к ней, и эдак, а та неприступна, не отвечает на его любовь взаимностью. Заплакал он тогда. И горькие его черные слезы потекли по стволу березы. Говорят, с той поры березка и получила вот такое свое необычное украшение. А, дальше идем? Или еще загадываем? Ох, сейчас услышал бы меня Артем Михайлович, наша мама-сважанца. Такой пустырь. Буквально, как я говорила, сейчас вот та группа до вас была. Там много девочек, которые были здесь, в санатории, когда на этом пустыре, на курорте, вернее, на этом пустыре были деревянные корпуса здравницы. Представьте, какие девочки, да? Они, конечно, шли и охали, говорят, что ж такое-то, мы ведь совсем-совсем не узнаем, ведь все совсем по-другому, но как это все равно приятно, что развивается курорт. В начале 90-х даже я успела застать здесь строение, которое когда-то было клубом деревянным. Я говорила, был период, да, Белокольфа называлась деревянной. Позже, естественно, снесли, сейчас очень много местных жителей негодуют, что вот, к сожалению, не оставили хотя бы одно строение, это все-таки часть истории. Но что сделано, то сделано. Нас радует то, что здесь стоял бетонный забор, вы, наверное, тоже видели этот забор, да? Нет? Ну, просто не увидеть его было невозможно, потому что идешь, и такой бетонный забор большой. Этот забор во время карантина, который у нас был весной, да? Очень. Я была он дальше. Да, вот вы его, наверное, шли и смотрели, где же он забор, да? Я была он дальше. Его весной убрали в залу кровь Белокуриха, посадили вот эти сосенки, очень хорошо, очень приятно, что они поднимутся и будет действительно красивая панорама. Естественно, сделали парковку для автомобилей, расширили. И здесь, ну, опять же, это говорят, сплетни распускать не будем, когда будет построена здравница, да, корпуса пансионата или санаторий, что здесь будет, когда будет лучшего, видим, тогда и будем говорить об этом, да? Дабы не присоединяться к армии разносящих неверные, недостоверную информацию. Идем дальше. У нее, кстати, вы тоже можете побывать в гостях. Вы были у нее в гостях? Нет. Кузница. Это на объездной улице, только, конечно же, к ней тоже можно заблаговременно записываться, потому что к ней желающих едет много. Она проводит не просто экскурсию по музею кузничного мастерства, но и мастер-класс. То есть каждый из вас приезжает туда, независимо, детки, взрослые проходят мастер-класс. Это такое сказочное действие, я вам скажу. Вот казалось бы, ну что ты там бьешь этим молотом? Тем более, понятное дело, есть заготовочка, да? Но это столько, потому что вы в этот момент начинаете соприкасаться и с железом, и с огнем, и вы наполняетесь какой-то силой, и, наверное, чувствуешь, вау, какой я мастер. А как и говорила, можно в интернете информацию найти, будет желание, вы мне позвоните, я вам левую WhatsApp, там скинете, я напишу, где как, ей звоните, записывайтесь, и приезжаете или приходите. Анна Белецкая. Да, не сказала, как зовут ее, это Анна Белецкая, мастер, действительно мастер своего дела. Дочь ее 12 лет, 12-13 лет сейчас ей, она, естественно, помогает маме, ну и, конечно же, занимается своим, так скажем, ремеслом, то есть, росписью по стеклу. Тоже интересно, необычное занятие. И вот настроение, которое позади вас находится, если сел на его, так, шашлычный дворик, оно называется, но когда-то, давайте вот чуть-чуть позади березки, там лучше открывается панорама, и, конечно же, необычное занятие. Кстати, я один губы нашел. Посмотрите, вот это строение, оно восстановлено именно таким, каким было в 20-е годы, в 20-е годы 19-го века. А когда здесь была деревня, о которой мы с вами говорили, естественно, с появлением более широких, ну, более, расширялась деревня, требовалось, как обычно, руководство у нас, как правило, мы не можем, чтобы кто-то не руководил. Естественно, появился такой человек, который именовался деревенским староста, Захар Логачев. И именно здесь он жил, вот представьте, мы частичку в деревушке Белокурихи проходим. Это сложно представить. Я очень благодарна человеку, который именуется Виктором Войчишиным, Войчишин фамилия его, по-моему, что-то, ну, по-моему, значит, он Войчишин, его просто очень много различных произведений, он у нас такой креативный деятель, он изучал различное мастерство от ювелирного до кузнечного в разных-разных странах и в то же время он сейчас живет в Белокурихе, он почетный житель города Белокурихе, какие-то необычные арт-объекты строит, но вот это строение действительно интересно тем, и почему я говорю благодарна, что благодаря вот этому человеку мы можем наблюдать этот кусочек деревни, и действительно он воссоздан именно таким, как было вот это место у Захара Логачева, казалось бы, ну что, ну была деревня, ну был дом жил староста, оказывается, это место носит такую грустную историю в Белокурихе, ведь не все было радужно тоже в свое время, как и во всех местах были какие-то гражданские войны, не говоря уже, конечно, о Великой Отечественной войне, там мы с вами дальше тоже затронем эту историю, а тут, когда Захар пришел со своей супругой, они в своем здесь жили, очень были хорошо приняты уже первыми поселенцами в деревне, и, как я говорила, избрали его староста, и он был таким большим мужчиной, настоящим мельником, построил здесь свою мельницу, и вам видно, вот так вот из-за стажка, да, вот тут ручеечек бежит, гости к нему, там, к сожалению, просто сейчас закрыто, сделали вот, видите, шашлычный дворик, и мы не можем туда зайти, так бы, конечно, на территории прогуляться, именно там запускается жирноват, то есть это все рабочее, это рабочая мельница. Захар был очень добрым человеком, хорошо к людям относился, очень хорошо помогал, очень много, что было в его возможных, в его силах, он всегда откликался на любую беду местных жителей. Они его не просто любили, но уважали, как действительно сильного лидера. Зачастую бывало, когда у порога подгоняли телеги, вот ее и видно, да, вот он, порог, вход, это изба его, самого Захара. Когда подгоняли к порогу телегу, один подъехал, мешки зерна привез, другой, и Захар зачастую слышал шум гамм за дверями. Когда выходил, мужики начинали ругаться из-за очереди. Кто из них первый? Он выходил, зычным голосом говорил, ну что, мужики, ведь все равно все зерно перемили. Все затихали, казалось, а сорок уже все забывали. Он ведь грубости не применял, но все его понимали. К сожалению, но среди доброжелателей всегда находятся те, которые доброжелатели в полочках. И было время в Белокурихе, когда, как и по всей стране, тогда, в Штатистском Союзе, да, утром белый, завтрак, вечером красный, или сегодня белый, завтрак красный. Этот момент тоже в Белокурихе был. Но, как в том фильме старом, да, белые придут, грабят, красные придут, грабят. Так и здесь. Каждому нужна была помощь для армии, каждый обращался, а Мельников считали довольно зажиточным человеком. А ведь, чтобы стать зажиточным, нужно было, извините меня, как по хате. Или, как принято еще говорить, кулаки, да? По возможности он оказывал денежное, но чаще всего это было зерно, это был хлеб. Независимо от того, кто обращался, красный или белый. Но пришел момент, когда он увидел необычный сон, где птица раненая падает с небес. Понятно было, что птица была подстрелена. Утром он встал, и, как он в рассказе говорится, ходил с мурмой. Жена спросила, о чем, какие мысли черные. Кто-то рассказал, жена его попыталась успокоить, что да так, да сон, да пусть пустое. А сама, конечно, тоже заболновалась. Он сразу сказал, это будет что-то нехорошее. А действительно, в одно изначально в их избу постучали, пришли два человека, вооруженные, одеты, как и красноармейцы. Оказывается, как бы говорят, что им донесли, что староста, пособник белого родителя. Они пригласили его на беседу, сказали, что им необходима определенная сумма денег. У Захара, естественно, таких денег не было. Они пригрозили, естественно, расправой. Супруга отправилась по деревне, чтобы те хотя бы замели жителей хоть какую сумму набрать. Деньги по тем временам были бы снасловными. Пока она по всей деревушке отбежала, не у не каждого были, а кто-то и не каждый хотел поделиться. Когда она прибежала домой, Захара уже уводили. Она позвала бабку-соседку, которая, ну, она у всех просила, чтобы помогли пойти найти мужа. И только единственная старушка пошла с ним. Бежали они как могли. Прибежали в лес, а уже увидели, сидела ее любимая с простреленной грудью. А тех двух и след простой. Да то ли это были военные Красной Армии, то ли это Белая Армия, а то ли просто бандиты одеты в какую-то форму. Ну, вот такая грустная история за этим местом закреплена. Мне бы очень хотелось, особенно, чтобы наша местная девочка знала об этом. Вот ты когда теперь проходишь, да, ты будешь знать, что здесь когда-то жил действительно человек. И это место имеет действительно свою историю. Но, если мы с вами обратим внимание на другую сторону аллеи, да, если повернемся и увидим вот такое великолепное строение, скульптуру, да, вот тоже, если мы тут говорили о верности супружеской, и скульптура оленей, символ Белокуриха, наверное, каждый из вас, кто где-то там в интернете даже забить Белокуриха, сразу показывает вот эту картинку олену. Видели? Была она сделана вообще скульптором в конце 50-х годов. Стояло у здания новой водовечебницы и там у меня простизанга, все дальше мы пройдем и его увидим. А вот в 90-х годах ее убрали за ненадобностью, решили, что там как-то это некрасиво и не сочетается ни с ландшафтом, ни со строением. Ее убрали где-то там в запаснике в 97-м, застали, отреставрировали и поставили на новый постамин. Вы не представляете, как было приятно, когда одна была группа учеников и, ну там их 50 человек из города Бийска, дети, подростки, там 13-14 лет, казалось бы, дети, они что-то там на краю муху послушали, там час. Тем более, слушают они не так, как мы с вами спрятали. Субтитры создавал DimaTorzok,